Всем привет! В одном из наших предыдущих роликов про совокупный доход сотрудника мы уже упоминали о том, что денежное вознаграждение, как правило, не является средством мотивации сотрудника. Ну что же, пришло время рассказать о том, чем мотивировать персонал и как это сделать. Начать стоит с теории Герцберга. Она гласит, когда человек оценивает степень своей удовлетворенности работой, все принимаемые им во внимание факторы можно разделить на две группы. К первой группе относятся факторы, которые мотивируют его к работе. Причем работает это так. Чем сильнее действие фактора, тем выше мотивация. А вот ко второй группе относятся факторы, которые удерживают его в компании. Их еще называют гигиеническими. Лучше даже не спрашивайте почему. И с ними все по-другому. Если усилить действие таких факторов, то сотрудник будет больше привязан к своей должности, к своей работе, к предприятию. Но эффективнее работать он от этого не станет. А вот если эти факторы ослабнут или исчезнут, то работник вовсе уволится. Самое интересное, что в подавляющем большинстве случаев денежное вознаграждение состоявшихся и знающих себе цену специалистов на устоявшемся рынке труда относятся как раз ко второй группе. Группе гигиенических факторов. Звучит неожиданно и парадоксально, но это так. Вот представьте себе, что вам подняли зарплату. Вы стали счастливее? Ну конечно. Будете ли вы работать лучше, активнее, чем теперь? Скорее всего, да. Недели две или пару месяцев, но не больше. Потом эффект от повышения сойдет на нет. А теперь представьте обратную ситуацию. Вы опытный специалист и знаете себе цену, но работодатель снизил вашу зарплату ниже уровня рынка труда. Скорее всего, через месяц-другой вы перейдете на работу в другую компанию, которая будет вам платить столько, сколько вы стоите. Таким образом, денежное вознаграждение это скорее инструмент удержания сотрудника, но не инструмент повышения его мотивации. Есть, конечно, и исключения. Молодые специалисты, которые только-только начинают свою карьеру. Периоды экономических кризисов, когда каждый рубль на счету. А еще есть должности, где денежное вознаграждение играет особую роль. Менеджера по продажам, например. Но даже в этих случаях стимулы, побуждающие сотрудников отдавать все силы. Работать эффективнее стоит поискать не только в деньгах. Но если не в деньгах, тогда в чем? Тут на помощь придет другая теория. Все та же пирамида маслоу. О ней мы, кстати, тоже делали отдельный видеоролик. Попробуем поискать мотиваторы с ее помощью. Деньги чаще всего относятся к нижним частям этой пирамиды. Они дают удовлетворение базовых потребностей и обеспечивают нашу безопасность и защищенность. Но давайте посмотрим на более высокие этажи пирамиды маслоу. Социальные потребности, потребность в признании и уважении, и, наконец, самореализация. Вот тут есть с чем поработать. Этаж социальных потребностей промежуточный. Здесь можно найти как мотивирующие, так и гигиенические факторы. Хорошая атмосфера в коллективе удерживает работников компании. Плохая является поводом для смены работы. Но по-настоящему сплоченная команда, тем более объединенная общей целью, уже работает не только как якорь, но и как мотиватор. Общая цель в команде это очень важно. Причем не заработать побольше денег для собственника, а сделать что-то нужное и полезное людям, потребителям и покупателям. Осознание того, что ты делаешь что-то хорошее, всегда мотивирует. Еще интереснее с точки зрения мотивации следующий этаж пирамиды маслоу. Потребность в уважении, в признании заслуг работника. Есть старая советская традиция. Доски почета. Но многие ее высмеивают. Но однажды очень умный и очень немолодой человек сказал мне. Над досками почета смеются только те, кто на них никогда не висел. Публичное признание заслуг, успехов и достижений очень важный мотивирующий фактор. Не забывайте хвалить своих сотрудников. Не жалейте для них больше добрых слов. Не поленитесь упомянуть их, когда будете рассказывать о достижениях команды и предприятия. Заслуженная премия – дело хорошее, но добавьте к ней какую-нибудь грамоту, публичную благодарность или иное поощрение, которое поднимет самооценку сотрудника, а также уважение к нему его коллег. И эффект усилится многократно. Ну и самое главное – вершина пирамиды. Потребность в самореализации. Здесь находятся самые эффективные мотиваторы. Но они же и самые сложные с точки зрения использования. Тут уже нужен индивидуальный подход. Создайте условия для развития и роста. Предложите обучение, освоение новых функций и задач. Дайте своему сотруднику раскрыться. Выслушайте его предложения и создайте условия для их использования. Привлеките к обсуждению новых проектов. Разделите с ним ответственность и признание в случае успеха. И вы получите действительно мотивированного специалиста. Да, и конечно, не забывайте платить ему столько, сколько он стоит. Работа с персоналом – это искусство и важнейшая часть бизнеса. Не случайно на рынке среди тысяч предприятий, в которых работают примерно одни и те же специалисты, за одну и ту же среднерыночную зарплату периодически появляются компании, которые быстро вырываются вперед и оставляют конкурентов далеко позади. Эффективная система неденежной мотивации – одно из основных условий таких успехов. Мы надеемся, что и вы сможете использовать этот инструмент себе на благо. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!